Спасибо. Какие есть нейтринные потоки, которые нам доступны сегодня на Земле? Я попытаюсь вот здесь нарисовать нам опять в картинке энергию. Давайте я ее изображу в электрон-вольтах. Такая необычная шкала здесь будет. А здесь поток. Вот. Поток в единицах таких сантиметра квадратные, ой, число нейтрина в сантиметры квадратные в секунду. Какие потоки вам известны, приходят на ум, когда вы слышите про нейтрина? Ну, солнечные. Плюс солнечные. Давайте мы их тут изобразим. Вот они где-то вот так солнечные располагаются. Значит, какие максимальные потоки, какие здесь возможны? Это порядка 10 в шестой, ой, 10 в десятый, 10 в десятый нейтрина на квадратный сантиметр в секунду. Это вот линия, не линия, а аспекта от так называемых БП-нейтрина. Квадратный сантиметр или метр? Квадратный сантиметр. Там написано. Здесь сантиметр. Да. Есть нейтрина, которая располагается здесь, так называемый Борный, который регистрирует Супер Камьяханда. Беридевый и так далее. Об этом всем будет говорить подробно Олег Смин. Какие еще есть нейтрины, которые вам было? Клогические. А, и еще давайте про энергии скажем. Вот эти вот энергии вот здесь, чтобы в электрон-вольтах это было, это начинается от примерно, вот эти характерные энергии, это 2 200 КФ, то есть это что? Ладно, 10 в пятый электрон-вольт, да? Вот это вот. А весь спектр заканчивается, ну, грубо говоря, на 10 мэвах. То есть это... Можно написать 15. Хорошо, я напишу 10 в... 10, да? 10 в десятый электрон. 7 вольт. 10 мэв вольт. 10 в седьмой электрон-вольт. Так, потом у нас есть еще атмосферные нейтрины. Образуется атмосферные нейтрины за счет чего? За счет того, что космические протоны в основном бомбардируют атмосферу. И дальше происходит все как ускорители. Они разваливают ядра. Ядра, разваливаясь, превращаются в пионы, пионы и другие частицы. Те распадаются, дают нейтрины. Значит, их потоки поменьше. И располагаются они где-то вот здесь. Вот. И энергия здесь характерная. Это уже от сотен мэв. То есть если вот это 10 мэв, то здесь это уже будет какой-нибудь типа 10 восьмой. То сотен гэв. То есть это уже 10 в одиннадцать электрон-вольт. Значит, потоки их поменьше. Потом есть еще нейтрино-реакторные, какие у нас есть. Это уже сделанные человеческими руками. То есть то, что люди сами в реакторах. Эти потоки на самом деле трудно дать число, потому что поток зависит от расстояния от реактора. Очевидно, да? Но на расстоянии порядка сотен метров этот поток сопоставим с потоком от солнечных нейтрино-вольт. То есть здесь их десятые анти-нейтрино в сантиметрах квадратных секунды. И энергии там порядка четырех мэв в среднем. Я их, давайте, располагать здесь не буду. В общем, они вот где-то здесь же располагаются. И солнечные здесь есть, и реакторные нейтрино. Так. Но самые большие потоки, это, конечно, еще не все, но самые большие потоки, какие есть, они располагаются вот здесь. Энергия у них 10 в минус четвертой электрон-вольта. И что это за нейтрино? Это реликтовые нейтрино. Их зато больше всех. Но зарегистрировать их сложнее всего. И вот, собственно, физика нейтрино... Сейчас, но есть еще, как говорится, специально созданные, вот тоже, например... Ускорительные, да? Да, ускорительные. Ну, ускорительные потоки... Их неправильно мерить таких, как низы. Да, ну, то есть это тоже будет зависеть от растания, поэтому я их здесь как бы не хотел бы располагать. Ну, энергии просто указать надо. А, значит, здесь еще ускорительные, естественно, нейтрино. Энергия у них характерная, это гэвы, десятки гэв, до сотни гэв. Вот. Значит, кроме того, у нас есть еще нейтрино, которые идут из Земли. Так называемые геонейтрино за счет слабых распадов, которые происходят в Земле. Олег Силов об этом тоже будет рассказывать, очень интересную лекцию. То есть вот все это в целом представляет собой тот набор нейтрино сейчас... Те же самые мэвы. Мэвы, да. Это все представляет собой набор тех нейтрино, с кем экспериментаторы и теоретики, занимаясь нейтрино-физикой, собственно говоря, работают. Вот. То есть это вот та грубая панорама, если вам хочется заниматься здесь, вам нужно заниматься там с определенным типом детекторов, и здесь другой тип детекторов и так далее. Можем вопрос походить? Конечно. А теплого распределения? То есть понятно, что Солнце это идет от солнечного источника распределения. Да. Атмосферное, это, соответственно, мы находимся в колоколе вот этого телесного угла, с вершины где-то в точке в атмосфере. А, Патеречка, почему это тебе так понятно? Мне так и непонятно. Нет, если мы смотрим снизу вверх. То есть вот у нас Земля, вот у нас атмосфера. Я так, не в масштабе нарисую, протоны летят вообще-то изотропно со всех сторон. Так? Соответственно, и нейтрино, они не в колоколе, а вот много-много таких колоколов, и это все вместе в раму. Я говорю, в колоколе телесного угла. Решины в точке, где у нас где-нибудь в атмосфере. Мы внутри находимся. Нет, я говорю, что в реалии этих колоколов очень много. Все пересекаются. И все это не пересекается. Я не буду с ней пересекаться. Я говорю, что мы находимся как раз именно внутри того же, при том и видим. А вот, значит, реликтовое изучение, оно имеет какое распределение полного? Ну, теоретически считается, что оно тоже равномерно, так же, как и атмосферное. Но обсловение, естественно, теоретическое, намного интереснее, чем в лице изотропно-реликтовое излучение. Я просто сказал, что тоже изотропное, так же, как и что. То есть все это вот реликтовое излучение изотропно-реакторное излучение тоже в 4Пи. Естественно, если вы ставите детектор как будто ли от реактора, то вы видите в каком-то телесном угле, который от реактора идет, да? А вот ускорительные, они уже не изотропные, они уже летят в какую-то определенную сторону. И атмосферные они изотропные. Ну, там есть эти, ну, это эффекты же маленькие. Очень немаленький, очень немаленький эффект. Десятка, это маленький эффект? Десятка. Да, десятка. Какое же изотропное? Да, это изотропное. Итак, это вот у нас есть вот эти вот, такая панорама из этих нейтрин. Теперь, каким образом эти нейтрино были обнаружены? Я так быстренько пробегусь. Значит, первое, их обнаружил Паули, теоретически. Как вы, наверное, знаете, в 1930 году произошло это следующим образом. Мы привыкли, что вот если у нас есть какое-нибудь ядро, нестабильное, да? Которое, ну, состоит из протонов и нейтронов, в какой-то момент оно разваливается и излучаются частицы, какие могут излучаться. Значит, если это электромагнитные взаимодействия, то это обычно излучаются фотоны. Если это сильные взаимодействия, то излучаются обычно альфа-частицы и еще какие-нибудь легкие ядра. Вот, кроме того, было обнаружено, что излучаются еще и электроны в определенном типе ядер. Вот, вот для вот этих вот двух товарищей было очень характерно то, что они излучаются с определенными энергиями. То есть, если вот нарисовать распределение по энергии, то мы видели в основном вот такие вот пики. И это нам было хорошо понятно с точки зрения квантовой механики, что ядро перешло с уровень на уровень, испустило фотоны или испустило альфа-ядро или еще что-нибудь. И как раз разница энергии, которая соответствует одному уровню и второму уровню, пошло на энергию вот этой частицы. А вот с электронами картина была очень странная. Почему-то их распределение по энергии было непрерывным. Вот такими. Вот. И это противоречило идее, как в тот момент почему-то у людей была, о двухчастичном распаде. То есть, что у вас есть какое-нибудь ядро, которое распадается на какое-нибудь другое ядро, излучается электрон, потому что длиннее было у меня. Вот. То есть, в таком двухчастичном распаде мы бы ожидали, что у нас тоже будет определенная энергия. Но этого не было. Вот. Борт даже предполагал, что может не сохраняться энергия и импульс на фундаментальном уровне. То есть, что только это в среднем сохраняется, на макроскопическом уровне. Ну, а Пауле пришла в голову простая мысль, но по тем временам она была очень смелая. Он просто предположил, а вдруг там есть еще третья частица. Значит, пока я ее вот так вот диезом нарисую, которая просто слабо взаимодействует, мы ее не видим. И она улетает. Он эту частицу, значит, назвал нейтроном, потому что нейтрона в тот момент не существовало. И предположил, что поставил, вот был один из первых пределов, какие можно было поставить, он поставил, что предел на массу у нее должен быть такой, что она должна быть там много-много меньше массы электрона. И тогда бы она была невидимая для экспериментаторов. Это было там знаменитое письмо на один из съездов радиофизиков. Там вот он так иронично начал свое письмо. Дорогие радиоактивные дамы и господа, вот вашему вниманию предлагается такая-то идея. Это письмо было поставлено на этот съезд в Тюбингене. А сам я говорить не могу к вам приехать, потому что у меня школьный бал, который был ему важнее. Ну и, значит, вот это вот была такая идея. Это вот можно считать теоретическим рождением нейтрина. Однако сам он думал, что зарегистрировать его будет невозможно. Но буквально через пару лет был найден нейтрон. Но это был найден нейтрон настоящий, который сильно взаимодействует, который оказался тяжелее протона в 1932 году Чедвигом. И тогда в ферме все еще нейтрина не было найдено. И вот этот диез еще существовал в таком виде. Тогда ферме сказал, давайте будем называть паулиский нейтрон нейтрина. Что по-итальянски звучит маленький нейтрон. И вот таким вот образом закрепилось вот это название нейтрина. А открыли нейтрина, на самом деле, еще 26 лет спустя в реакторном эксперименте Рейнсом и Кованом. То есть эксперимент выглядел следующим образом. Из слабых распадов ядер вылетали антинейтрина. Потом они летели в разные стороны. В том числе в некую такую бочку, окруженную фотоумножителями. Вот. Антинейтрина сюда пролетала. Взаимодействовала с протоном. И вылетали две частицы. Позитрон и нейтрон. Позитрон очень быстро аннигилировал с электроном, который находился в среде. То есть он находил электрончик из атома. И в результате порождалось два мощных гамма-кванта. Ну, относительно мощных. То есть по пол-мэво энергии каждый. Каждый из них порождал там некий такой электромагнитный ливень. И в итоге в фотоумножителе видели свет, который шел от этих двух порожденных гамма-квантами ливней. Таким образом открывалось окно по времени. И экспериментаторы ждали, когда нейтрон, еще некоторое время поблуждав по вот этой синтелляционной жидкости, захватится ядрами этой жидкости и испустит еще один фотон или несколько фотонов. Очень энергичных. И вот когда он так вот поблуждает, поблуждает, это на самом деле здесь сантиметры. И по временам это на уровне сотен микросекунд. И вот он поблуждает, захватывается, испускаются еще энергичные фотоны. Тоже они регистрируются. И вот такая вот характерная сигнатура. В какой-то момент времени у вас всплеск энергии в фотоумножителе от этих двух гамма-квантов. И через некоторое время еще больше всплеск энергии от захвата нейтрона. Вот таким образом они обнаружили антинетрины. А антинетрины произошло это в 1956 году. И вот таким образом первый блок сегодня известной стандартной модели из лептонов, нейтринный электрон, был сотен. Прошло еще определенное количество лет, и был обнаружен второй. Первый. Да, ты туда ходи, но здесь не видно. Вам не видно, да? Ну, ты кое-что закрываешь. А, окей, хорошо. Ну, давайте я буду ходить действительно туда-сюда. Вот, прошло еще количество лет, было обнаружено еще мионная нейтрина. Это уже был эксперимент другого типа. Так называемый ускорительный, о чем сегодня будет рассказывать Олег Самойлов. А еще этот эксперимент стал в итоге основой практически для всех ускорительных экспериментов с нейтрином. А именно, ускорялись протоны в ускорителе, пучок протона. Потом он налетал на мишень ядерную, там обычно появляется трубочка из бериллия. Вот. Они взаимодействовали с ядрами этого самого бериллия. Рождалось много разных частиц, в том числе самые легкие, при присыпи минусы, колоны минусы и прочие частицы. Весь зоопарк, который позволяется энергией. Пионы и колоны, то есть частицы нестабильные, они быстро распадаются. И в своих распадах, вот скажем, взять пион, он распадается чаще всего на мион и нейтрино. Что это за нейтрино, в принципе, было неизвестно. То есть, может быть, это тоже самое нейтрино. Это мы сейчас букву Е подрисовываем и не задумываемся. В тот момент, может быть, нейтрино всего одно на всех, да? Было. Вот. Но что важно, что вот это вот нейтрино. Потом эксперимент сказал следующим образом. Эти пионы немножечко отклонялись вот сюда, на самом деле, в магнитном поле. Вот так вот они шли. Вот здесь вот они распадались. Здесь у них стояла такая толстенная стальная защита, через которую не могли пройти никакие заряженные частицы, никакие адроны. Только нейтрино могли в силу слабости все взаимодействие, это все прошить. А здесь стояла камера, которая регистрировала взаимодействие вот этих вот частиц с веществом. И что было обнаружено? Было обнаружено, что частицы, которые сюда приходят, то есть это нейтрино, порождают. Но в 85% случаев они порождали мионы. Почему это важно? Потому что пион, когда он распадается, у него есть, по сути дела, две моды распада. Он может распасться на мион и нейтрино, и электрон и нейтрино. Но вот эта мода распада в 10 тысяч раз более вероятна, чем вот эта мода распада. Поэтому, в принципе, экспериментаторы уже знали, что здесь обязательно рождается мион, и вылетает нейтрино. Можно ему было мысленно приписать такой вот флейвер, что эта нейтрино ассоциируется с мионом, который тоже рождается здесь. И потом видно, что эти нейтрино отдают только мионы, они не дают электроны. Таким образом, пришла в голову идея, что, наверное, эти нейтрино, которые рождаются вместе с мионами, они, наверное, какие-то другие, они не совсем такие, как те, которые рождаются вместе с электронами, которых видел Рейнс и Колон. Таким образом, им был приписан флейвор. Электонное число, мионное электронное число. И произошло это в 1962 году, и это Нобелевская премия, за это дали Нобелевскую премию, за это дали Нобелевскую премию и за это, за открытие Мённого Нейтрина. Здесь была троица Лидерман, Шворц и Штайнбергер, а здесь Рейнс и Кован, и кто же из них не дожил? Кован не дожил, по-моему, да, Кован не дожил до Нобелевской премии, которую дали в 1995 году, если я не ошибаюсь. Райниса все-таки, он Райнис, не Рейнис, а Райнис. Хорошо, значит, Райнис дожил, Кован не дожил, вот, поэтому дали обоими Рейнису и Райнису. Да, главное, Ковану не дали. Еще к этому в 1995 году, а этим даже дали раньше, не знаю, Олег, ты не помнишь, каком? Не помню. Ну, я не помню, но это не суть. В 88-м. 88-м, вот, Андрей. Хорошо. И вот этот способ произведения, рождения мионов, мионных нейтринов, он и по сей день является, собственно говоря, основой. То есть дальше просто технология усложняется, оптимизируется и так далее, но это основа получения мионных нейтринов. Нейтринов, а в современных экспериментах. Вот. А третий тип нейтринов был обнаружен, вообще говоря, всего лишь в 2000-м году. Вот это вот нейтринов, который ассоциируется с Таулектоном. Вот. Из-за него еще многое, что примерно не дали. Значит, об этом, я думаю, тоже Олег Самойлов расскажет. То есть это открытие, видите, совсем свежее. То есть в итоге получается, что почти 50 лет понадобилось для того, чтобы экспериментально три типа нейтрино открыть. А начиная с 30-го года, когда эта идея в голову пришла этому Пауле, прошло вообще уже 80 лет. Так, так вот, что мы на сегодня знаем про нейтрино? Ну вот мы можем попробовать посмотреть на это с точки зрения particle data group, такого как бы сухих цифр. То есть у каждой частицы должен быть какой-то набор параметров, которые ее как-то характеризуют. А именно масса, спин, электрический заряд, магнитный момент, все остальное. Что известно? Значит, известно на самом деле, что если смотреть на, и пытаться измерять массу нейтрино прямым способом, а именно из распада ядер, то известно, что масса электронного нейтрино, пока я буду писать массу электронного нейтрино, не заботясь о том, что это не совсем то, но дальше я скажу об этом, что это на самом деле. Здесь предел порядка двух электрон-вольт. То есть масса электронного нейтрино неизвестно чему равна, известно, что она меньше 2 электрон-вольта, и это следует из экспериментов с тритием, то есть с распадом тритием. Если посмотреть, опять-таки, распады других частей, таких как пионы, то можно поставить ограничение на массу мионного нейтрино. И масса мионного нейтрино будет гораздо хуже ограничена, это будет порядка 15 уже кило-электрон-вольт. А массу мионного нейтрино, да, массу тау-нетрино ограничивает еще хуже, прямым образом это 15,5 мега-электрон-вольт. Это как бы раз. Но потом у нас есть еще набор совершенно с другого боку измерений, а именно космологических. Если бы нейтрино обладали достаточно большой массой, то они бы давали бы вклад в общую плотность Вселенной. На сегодня есть совершенно замечательная серия экспериментов. И вот главный из этих экспериментов я даже запишу, чтобы вам, если заинтересует, посмотреть могли. Это WMAP по измерению анизотропии реликтовых фотонов. Значит, сейчас скажу, каким образом они делают. То есть, вот это вот интересным образом, да, они смотрят за реликтовыми фотонами, то есть фотонами, которые остались после большого взрыва, а тем не менее, могут поставить ограничения на массу нейтрино. Так вот, чтобы все-таки вот сказать, что они ставят, они ставят ограничения на сумму масс всех нейтрино, какие есть. Ну, это ограничение, оно на самом деле, ну, не много, несколько модельно, скажем так, то есть оно не является строгим, поэтому можно его назвать вот примерно такие вот диапазон от 0,5 до 2 электрон-вольт. Ну, кто-то говорит 0,5, кто-то менее. Это границы сверху, да? Да, это все границы сверху. То есть, вот это вот ограничение, которое следует из космологии. Вот, ну и, наконец, есть на сегодняшний день ограничения, идущие с другого конца, а именно из осцилляции нейтрино. Значит, дальше я скажу, что это такое, но просто сейчас приведу сами эти числа. То есть, из осцилляции нейтрино, даже пока я не буду объяснять, что это такое, вот, но просто пока поверьте, что из них ограничения на массу напрямую не следуют, но следует ограничению на разницу квадратов масс. Значит, нейтрино у нас 3 штуки, и вот не ограничение даже, а, собственно, на сами значения разницы квадратов масс ограничение следует очень... Фу-ты, господи. Измерения существуют. То есть, разница квадратов масс между первым и вторым нейтрино, она вот такая, 7 на 10 минус 5 электрон вольт квадрата. Разница масс квадратов между вторым и третьим нейтрино, это примерно 2 на 10 минус 3 электрон вольт квадрата. Вот, а это разница квадратов масс, это на самом деле легко себе понять, что это такое. То есть, вот у нас, допустим, здесь вот шкала масс, нейтрино, да, вот самая легкая нейтрино пускай обладает массой n0, следующая нейтрино массой m1, ну и следующая массой, лучше ее нарисовать вот тут, рядышком, m2, да? m1, m2, m3, ну и вот у нас есть вот эта вот разница маленькая, видите, здесь минус 5, и есть вот эта вот разница, на самом деле даже неизвестно, это между третьей и второй, или между третьей и первой, экспериментально различить между ними невозможно. вот, но из того факта, что сумма масс меньше 2 электрон вольт, и вот эти вот разницы квадратов вот такие, уже следует ограничение, что самая тяжелая нейтрино из этих трех обладает конечной массой, и эта конечная масса вот такая, то есть масса самого тяжелого нейтрино, я не знаю, какой самая тяжелая нейтрино, то ли третья, то ли первая, потому что я мог нарисовать вот такую картинку, да? Здесь первая, здесь вторая, а вот здесь третья. Она бы тоже мне не противоречила этому, да? Опять, маленькая разница масс здесь, большая разница масс здесь, но это может быть легче, а может быть тяжелее. И вот это в случае называется нормальная иерархия, вот это вот в случае называется обратная иерархия, Поэтому я не могу сказать, какой самый тяжелый, но я просто напишу глупо. То есть для самого тяжелого нейтрино следует, что оно, вот тут есть ограничение уже снизу, оно тяжелее, чем порядка 0,05 электрон-вольт. То есть вот это уже, как говорится, крупный успех, который отличает ситуацию в нейтрино физики 10-летней давности от того, что есть сейчас. То есть уже есть знание, что самая тяжелая нейтрино, масса его ограничена снизу, потому что она не нулевая. Нет, это уже для самой массы. Значит, для того, чтобы существовали нейтринные осцилляции, необходимо, чтобы нейтрино смешивались. Что это означает? Это означает, что вот на самом деле вот те нейтрино, электронные, унионные и Тау, не являются нейтрино, которое обладает определенными массами. А нейтрино, которое обладает определенными массами, это какие-то другие, не один, не два и не три. И в общем случае можно написать вот такую вот связь. Нюе, нюмю и нютау, такой вот столбик, это есть матрица 3 на 3, которая связывает их с ню1, ню2 и ню3. Элементы этой матрицы, их можно обозначать, как хочется, например, вот так, Ве1, Ве2, Ве3, здесь и в ню1, ню2 и ню3, наконец Тау1, Тау2 и Тау3. Значит, эта матрица носит название там очень длинное, по-прикору Макина Кагава Саката. Точно такая же матрица есть для кварков, и там она носит менее длинное название Кабиба Кабояша Москава. Смысл у той и у другой матрицы заключается в том, что в стандартной модели, когда мы пытаемся строить стандартную модель, все частицы, все фермионы, они сначала там безмассовые. И вот когда они безмассовые, они не могут переходить из поколения в поколение. То есть электрон остается вместе с электронным нитрином, он не может смешиваться с мионным нитрином, не может смешиваться с Тау-нитрином. Но если мы хотим придать частицам массу, а мы бы хотели это сделать, потому что мы знаем, что частицы все массивные, то нам необходимо ввести взаимодействие с Хиггсовским полем, которое так сильно ищут теперь на ЛХС. И вот это Хиггсовское поле, оно перемешивает поколение. То есть в этом Хиггсовском взаимодействии электрон может взаимодействовать и с этим нитрином, и с этим. В итоге, после того, как возникает нарушение, спонтанно нарушение симметрии в этом Хиггсовском поле, нитрина, которые были изначально безмассовые, приобретает массу, и электроны приобретают массу, и кварки тоже самое делают. И в качестве цены за это они начинают смешиваться друг с другом. То есть эти вот вещи, они неразделимы одно от другое. То есть как только вы хотите массу, у вас появляется в общем случае смешивание. И физическими полями, то есть теми, которые в принципе что-то весят и могут быть наблюдаемые как какой-нибудь трек, являются вот эти вот поля, которые обладают физическими массами. Вот эти вот являются вот этими затравочными полями, которые были бесходно в Лагринджане еще без массы. Дим, ну это если считать, что масса не то и то же за счет Хиггсовского механизма? Да. Дим, можно вопрос? А вот матрица смешивания, она же в веществе у нас разная, правильно? Правильно. То есть получается вот это взаимодействие с Хиггсом, что ли, в зависимости от плотности вещества разное? Нет. Вот в веществе это другой эффект, это взаимодействие непосредственно с электронами вещества. То есть там возникает действительно добавка в массу, но даже без Хиггсовского поля, даже без массы нейтрина, оно бы приобрело массу в самом веществе. А вот с Хиггсом это вот без всякого вещества. Это разные как бы мастер. Но вот этот Хиггсовский механизм, он может быть кому-то нравится, но тем не менее, хотя он стандартной модели является стандартным, он мне кажется немножко искусственным, потому что что он означает? Ну, Михаил Осич, наверное, поспорит. На практике это означает следующее, что если мы видим сегодня электрон, который летает в комнате, то для того, чтобы у этого электрона была масса, это означает, что эта комната сейчас заполнена этим самым Хиггсовским полем. И все заполнено Хиггсовским полем. То есть на самом деле, чтобы придать массу электрону и всем ионам, и другим частицам, все здесь должно этим Хиггсовским полем, этим мощным конденсатом заполнено быть. Ну это же прекрасно. Это прекрасно. Потом ты хочешь сказать, хорошо, и какая плотность этого поля, эта плотность этого поля, она там... Нет, это уже не надо. Не надо, да? Огромное количество гэф на кубический сантиметр, и потом ты говоришь, погодите, погодите, а как же у нас плотность Вселенной, которая достаточно маленькая, и тут начинаются эти теоретические штучки, а вот мы так все подстроим... Зачем она нужна? Кто? Объемная плотность Хиггса, зачем она нужна? Даже не нужна. Ну, вакуум на среднем поле есть? Ну, если один раз. Есть. Не один раз. Давайте будем последовательно. Если она есть, значит, она какой-то вклад в плотность Вселенной должна вкладывать. Ну вот, то есть, конечно, теоретики всегда умеют выкрутиться. Из этой ситуации они говорят, ну так вот мы подстроим, что мы вычтем бесконечную ваку, там есть мести потенциал, еще что-то. Но как-то это выглядит все менее и менее естественно. Мне. Ну да бог с ним. Короче говоря, для меня выглядит, что у меня есть соснышка. И никакой там нет бесконечной добавки. Да? А как? Ну скажите. Начало, что-то я так, где просто поставить не в этом максимум, а вот в этом минимуме. Ну, это не есть большая добавка. Нет? Это даже без хикса, да, есть нулевые колебания и без хикса тоже есть нулевые колебания. Есть, да. И с ними та же самая проблема. Так что? То есть вот эту проблему ты никуда не денешься, даже если тебе не нравится хикса. Ну, я согласен, в теории поля есть и эти нулевые колебания, но все-таки еще нечто другое. Потому что нулевые колебания, ладно, их обосновать-то, скажем, они такие трудные, но... Вычесть надо, и хикса вычесть. Ну, видите, это уже следующий этап договоренности. Это разъемку. Ну, что хиксовский потенциал, если уж вам хочется так, это вот сегодня, да, он имеет вот такую форму. А на ранней стадии Вселенной он имел форму вот такую вот, или какую-нибудь еще другую, да. Это все очень сильно эволюционировало. То есть если у него есть некая вот эта добавка изначальная, которую вы хотите вычесть, она была и раньше. Это означает, что и в первый момент взрыва Вселенной она тоже там присутствовала, и Вселенная весила довольно много. Ты хочешь пространственную картинку вакуума иметь? Это как-то вот лучше не делать, по-моему. Хорошо, не будет. Давайте я тогда дальше продолжу. То есть вот что у нас на сегодняшний день есть, да. То есть есть вот у этих нейтрин смешивания, и некоторые элементы вот этой матрицы сегодня измерены довольно хорошо. А именно, измерен довольно хорошо вот этот блок, и измерен довольно хорошо вот этот блок. Давайте я уж числа не буду вам выписывать, потому что в прозрачках они у меня есть, а время терять на это неохота. Важно, что осталось из этой матрицы 3 на 3 из 9 чисел неизмеренными вот, скажем так, вот эти вот два числа, которые здесь находятся. И эти два числа, будь здоров, можно параметризовать, просто чтобы вам, если вы сегодня на лекциях будете слушать, эти числа будут возникать. Итак, можно параметризовать вот такими вот углами. Вот смешивание, которое возникает вот в этом вот блоке из первых двух, очевидно, параметризуется углом смешивания θ1-2, аналогично. Вот в этом блоке этот угол смешивания θ2-3, а вот этот, который плохо измерен, это θ1-3. И еще в нем есть один параметр, называется ΔЦП, это просто фаза некая, которая возникает там, стоит в экспоненте перед маточным элементом, вот в таком вот виде. И эта фаза отвечает за нарушение ЦП четности, то есть это четность по отношению к замене частицы на античастицу и отражения в зеркале. Значит, вот эти, как я сказал, измерены на сегодня хорошо, вот этот пока что не измерен, вот этот пока что вообще никак не измерен. Значит, я расскажу, естественно, о самых последних новостях на эту тему. Но сейчас я хочу сказать, что вот такой существенный бранч, как говорится, в физике нейтрино ориентирован на то, чтобы вот сегодня измерить вот этот недостающий угол θ1-3. То есть вот это вот как бы есть одна из больших активностей, которые есть нейтрино-физик на сегодняшний день. Здесь есть ряд экспериментов, которые пытаются это делать. Вот, значит, что это за эксперимент? Значит, во-первых, каким образом это можно, такие углы, увидеть? Да, давайте я теперь уже скажу, опять немножко с птичьего полета, а потом, я думаю, еще у меня будет время, немножко более глубже. Значит, к чему приводит эффект нейтрино-осцилляции? Во-первых, что это такое? Что это такое с птичьего полета выглядели следующим образом? Мы представим себе, что у нас в какой-то начальной точке родился кучок, допустим, электронных нейтрино. Оно каким-то образом распространяется, и вот где-то здесь, на расстоянии L, я хочу измерить вероятность того, что я увижу все то же самое электронные нейтрино. Так вот, оказывается, что если есть вот эти вот осцилляции, вот эта вот вероятность, она будет иметь вот такой вид, зависимостью от L. Вероятность увидеть ее, вот если L равно нулю, должна быть равна единичке, то есть начальная точка, это наши просто начальные условия. А дача, она начинает вот таким вот образом осцеллировать. И это волна, которая в наивной теории длится до бесконечности. А что означает, например, что вероятность того, что мы увидим электронные нейтрино, вот допустим, вот здесь, равна не единичке, а допустим, там 0 в 4. Это означает, что мы должны увидеть какое-то другое нейтрино, правильно? Раз это исчезло, наше число частиц в итоге не должно исчезать. И действительно, мы должны увидеть здесь какое-нибудь другое нейтрино, например, мионная или тауная нейтрино. И для них точно такая же вероятность, точно так же она осцелирует вот этим вот минимумом, максимумом, там, где минимумом это и максимумом это. Вот это вот, собственно, на пальцах эффект осцилляции нейтрино. И вот это вот расстояние, то есть длина осцилляции, да, длина осцилляции, на самом деле это такое, да, то есть расстояние между двумя максимумами, оно как раз, давайте я ее сюда выпишу, длина осцилляции, она как раз прямо пропорциональна разнице квадратов масс и разделить на 4 пи-энергии нейтрино. А вот почему так-то? У вас пространство получается как-то неоднородное, что ли, или у вас от времени жизни это зависит? Нет. Нейтрино в данном случае считается стабильным, да? Почему так происходит? Потому что вот эта вот нейтрино, ну хорошо. Слышь, верно, обратно. Да, да. Размерно. А, правильно. Спасибо. Значит, почему так происходит? Потому что нейтрино, которое рождается, это есть суперпозиция массовых нейтрино, в которой каждый имеет свою собственную массу. И вот давайте посмотрим, действительно, тогда я могу, наверное, вот это здесь стереть. Вот напишем эту простую двухнейтрино в ситуации. То есть, вот, допустим, у нас родилась электронная нейтрино, да? Нарисуем такой кет-кет. Это есть суперпозиция двух массивных нейтрино. ВЕ1 на нейтрино с массой М1 плюс. ВЕ2 на нейтрино. Теперь мы говорим, перейдем вот в эту точку на расстояние Э. Каждое из вот этих вот состояний, оно проэволюционирует, в простейшем случае, как плоская волна. То есть, это что означает? К нему припишется такой вот фактор. Есть степень И, есть импульс П1 умножить на вот это вот расстояние. Да? И у этого произойдет то же самое, но со своим импульсом по-четверхмерным П2. Можно глупый вопрос? Да. Почему здесь, ну, в зависимости от расстояния нет времени? Ну, нет, это на самом деле четырехмерное, здесь есть и время, и расстояние. Ну, если вам больше нравится время, давайте тогда... Нет, а Икс это что такое? Икс это четырехмерная точка. То есть, это вот есть и время, и расстояние. И импульс, это есть энергия и импульс. Ну, то есть, это вот такое, как бы, реликвидиское описание. Нет, ну, туда Икс четырехмерная. Ну, я же говорю, Икс четырехмерная. Ну, Икс четырехмерная. Ну, Икс четырехмерная, конечно. Там, не пойму, что там Т, и это... Да, ну, может быть, плохо видно. Ну, вот. Хорошо. То есть, вот таким вот образом, смотрите, что получается. Вот у нас в начальный момент времени была вот такая вот комбинация, да, если ее нарисовать вот на плоскости ню один, ню два, например, да, вот нарисуем состояние. Вот в начальный момент времени, когда эти экспоненты равны единичке, у нас вот такое вот состояние родилось, вот это вот здесь электронное непремя, да. А теперь мы что видим? Что проходит какое-то время, на каком-то расстоянии. Здесь вот эти вот коэффициенты эффективно, они начинают меняться, да, за счет вот этих экспонентов. То есть, они где-то подрастают, где-то они уменьшаются. Это приводит к тому, что вот этот вектор начинает вращаться со временем. То есть, вот этот вот вектор, который выглядит как нейтрино. И это означает, что проекция этого вектора на вот это вот состояние электронного нейтрино, что квадрат, которого нам и дал бы вероятность, будет постоянно меняться. И вот эти вот, когда эти фазы совершат полный круг, то мы вернемся опять к исходному состоянию. Вот это вот и есть момент, когда происходит вот эта полная длина осцилляции. Если хотите на более математическом языке, то это выглядит вот так. Вот вы можете сказать, вот пусть у меня на каком-то расстоянии L или в какой-то точке X четырехмерной, вот это вот состояние выглядит таким образом. Какова вероятность того, что я увижу вновь электронное нейтрино? Назову ее PEE. Я просто должен сюда подставить не в Е мое чистое состояние, а здесь вот это вот в Е точки X. Да? Ваше состояние не имеет определенного импульса, правильно? Вот такие состояния? Да. Вот эти состояния. Я сейчас вот, ну хорошо, сейчас Андрей, я хочу сейчас изложить очень фривиальную картину, в которой предполагается, на самом деле предположение абсолютно необоснованное, предполагается, что у этих нейтрино одинаковый трехмерный импульс, а вот энергия уже дается... Вот это и непонятно. Абсолютно согласен. Это неправильно на самом деле. Но это то, что используется всеми в этих экспериментах с лицом. Нет, я сейчас с удовольствием поговорю, это мне абсолютно внимательно. Но я сейчас хочу изложить людям фривиальную картину. Так вот, посмотрите. Мы можем эту алгебру проделать, как говорится, совершенно фривиально. Да, вот мы напишем вот так вот. Вот это вот состояние ню1, здесь в Е1 со звездочкой, плюс ню2, в Е2 со звездочкой, и умножить вот это вот на ВЕ1, здесь вот этот экспонент, ЕВ1Х на ню1 плюс ВЕ2 на такую вот экспоненту В2Х на ню2. Ню1, а еще вот такое вопрос. Нет, подождите, сейчас я сейчас вот досчитаю, пожалуйста. Теперь смотрите, ню1 и ню2 они друг к другу ортогональны. Соответственно, вот этот вот ню1 встретится вот с этим ню1, даст единичку. Когда она встретится с этим ню2, даст 0. Поэтому результат такого числения будет очень простой. Мы увидим, что это есть ВЕ1 вот здесь со звездочкой, умножить на ВЕ1 без звездочки, то есть это ВЕ1 по модулю в квадрате, но вот это по экспоненту. Плюс, то же самое произойдет со вторым. ВЕ2 по модулю в квадрате умножить на другую экспоненту с импульсом В2Х. Вот это вот амплитуда, а это еще не вероятность, амплитуду, извиняюсь, посчитал. То есть амплитуду, вероятность, нужно вот это все возвести в квадрат. То есть вот теперь я вот это все возвожу в квадрат. Первый член, в первом члене, когда я ползаю в квадрат, экспонент у меня исчезнет, во втором она исчезнет, а вот в перекрестном члене она не исчезнет, да? То есть в перекрестном члене у меня возникнет как раз вот такая вот штуковина. Ладно, давайте уж возведем это в квадрат, но это как раз тривиальное совершенно выяснение, В общем, будет вот это вот, будет вот это, плюс будет дважды VE1 по модулю в квадрате, VE2 по модулю в квадрате, а здесь будет стоять косинус V1 минус V2 на х и пола. Ну, этот косинус можно всегда превратить в синус в квадрате. Не пополам. То есть этот косинус можно превратить в синус в квадрате от половинного угла. Это то, что как раз и входит в эту вероятность. То есть давайте просто глянем. Значит, теперь уже здесь делать вот эти предположения. У нас есть вот такая штуковина, значит, трехмерное скалярное произведение P1 минус V2 на х. То есть мы пишем, что это есть E1 минус E2 на время. минус импульс 1 минус импульс 2 на вот это вот расстояние. И здесь делается предположение, стандартное предположение в этой науке. Говорится, что эти импульсы одинаковые, тогда вот этого члена нет. А здесь есть разница энергии. А энергия, вот EIT, это есть импульс в квадрате. Теперь я уже могу у импульса не писать индекс, да? Плюс масса ИТ в квадрате, все подкормили. Если масса маленькая, то я могу это написать как P1 плюс МИТ в квадрате на 2P. Ну и тогда разница этих двух энергий E1-E2 становится равной, слагаемая с импульсом сокращается, потому что здесь P на единичку одинаковая, а здесь возникает вот это вот M1 в квадрате минус M2 в квадрате разделить на 2P. И вот мы видим с вами, что вот эта вероятность теперь начинает содержать вот такую вот фазу. Сейчас, сейчас, Андрей, я отвечу на ваш вопрос. Вот эта вот фаза, разница квадратов разделить на 2 импульса умножить на время. Спасибо, Сергей Ильич. Вот эта вот разница квадратов на 2 импульса на время, это и есть та самая фаза, которая постоянно меняется в зависимости от времени. Ну а дальше уже вопрос техники, как говорится, или еще одного предположения, заменить это время на расстояние, сказать, что время равно расстояние. Вот. И получается, что наша вероятность начинает зависеть от этого самого расстояния. Вот. Андрей. Тут, да? Нет? Пошел уже. Это бесконечный рождение, он как-то обеспечивает, что именно P вектор 1 равно P вектор 2? Нет. На самом деле ничего он такого не обеспечивает. Вот я туда буквально попробую 3 минуты поговорить, и вот на душу являлось мне то, что вчера вы рассказывали про БРСТ, фотоны у вас были виртуальными. На самом деле правильно эту картину описывать вовсе не на таком наивном языке, то есть раздолбать вот эту вот картину можно в 2 минуты. Она не релятивистски кавариатна, то есть предположение о том, что импульсы одинаковые, даже если бы они были, они зависит от системы отсчета, перейдете в другую систему отсчета, импульсы станут разными. Как они только стали разными, значит вы не можете уже пользоваться этим возложением. И множество еще аргументов, показывающих, что этот вывод, который повсеместно используется, он, конечно же, не является самосогласованным. Правильным является, ну, более правильным является такое вот. То есть у вас есть какая-то начальная реакция, это когда у вас есть какой-то набор частиц, здесь вот таким вот блоком нарисуем, здесь могут быть всевозможные обмены, там, бальвы, базонами, зеркальными частицами. В итоге у вас рождается нейтрино, которая является виртуальной частицей. И проходит эта самая нейтрино в махароскопически большое расстояние и повторяет такой же трюк уже в детекторе. То есть взаимодействует здесь, здесь вы чего-то видите. Важной меткой является следующее, что в источнике нейтрино вылетает лептон какого-то флейвора альфа, а вот в детекторе вылетает лептон флейвора бета. И если бы нам на вот таком квантово-теоретико-полевом языке удалось описать вот эту вот картину в целом и увидеть, что вероятность вот такого макроскопического процесса с рождением лептона флейвора альфа и лептона флейвора бета в детекторе зависит, допустим, периодическим образом от этого расстояния, вот тогда было бы здорово. И на самом деле такая теория построена в разных вариантах и видно из этой теории, что импульсы на самом деле у нейтрино не одинаковые, энергии у них тоже не одинаковые, но все вместе таким чудесным образом оказывается, что все вместе выдает вот эту вот ту же самую наивную формулу, которая получена из неправильных предположений. Естественно, что поскольку это более общая наука, здесь есть ряд следствий, которых из этой наивной, на этого наивного вывода в принципе невозможно получить, а именно, например, в частности, когда вот я рисовал эту волну, да, я сказал не случайно, что она длится до бесконечности. На самом деле она длится не до бесконечности, а после определенного количества она начинает затухать и перестает осцелировать вовсе. Это вот уже следствие из такого более общего подхода. Кроме того, этот же самый более общий подход позволяет, поскольку, почему нейтрино должно быть виртуальным, его можно применить в любой другой частице, можно сказать, а пусть у меня здесь не нейтрино виртуальный, а вот здесь у меня нейтрино вылетает, здесь у меня тоже нейтрино вылетает, здесь какого-то сорта И, здесь какого-то сорта Ж, а здесь уже вылетает электрон, мион и Тау. И тогда мы могли бы подумать, что у нас будут такие как бы осцилляции уже заряженных лептонов. Это было бы уже как-то не совсем хорошо, потому что их никто никогда не видел. Но та же самая теория показывает, что как только вы заменяете это на это, все эти осцилляции сразу вымирают. Никаких осцилляций нет в принципе. Их даже нету, даже первой волны. Они находятся в так называемой некогерентной смеси. За счет чего? Почему? За счет того, что в этом месте, в этом блоке, этот блок должен быть локализован в пространстве времени. Для того, чтобы вообще у вас расстояние имело какой-то смысл. То есть оно не может быть размазано равномерно по Вселенной. Это означает, что в нем есть некая неопределенность длины и есть некая неопределенность энергии или импульса. Так вот, если вот этой неопределенности энергии и импульса у вас, как правило, хватает для того, чтобы поместить сюда нейтрино с разницей масс, которая у них достаточно маленькая, то есть доля электрон-вольта, то для всех характерных реакций этой разницы энергии не хватает, вот этой неопределенности энергии, не хватает для того, чтобы поместить сюда заряженный лептон с разностью масс между массой миона и массой электронов, в сотню мэ. То есть вот это все. То есть здесь стоит такой подавляющий фактор, который можно вот так вот написать, как Δm в квадрате разделить вот эту неопределенность энергии в квадрате. То есть когда у вас здесь электрон-вольт стоит, а здесь стоят величины какие-то тоже типа, скажем, сотни кэф или еще что-нибудь, типа такого, этот фактор ничего не подавляет. То есть это маленькое. А когда здесь стоит мэф разделить на вот эти хэлы, да еще и в квадрате, все, там Е в степени минус 10 в 15. Сразу все убивает. Так, ну хорошо. То есть вот это вот... Андрей, я ответил на ваши вопросы? Ну да, я понял, что ответ существует. Ответ существует. Так вот, значит, как я сказал, из осцилляции, да, можно измерять вот по вот этим вот, по вот этим углом, можно измерять разницу квадратов массы, вот так она измеряется. А по самой амплитуде, это сама амплитуда пропорциональна углу смешивания, то есть синусу квадрата от этого угла смешивания. То есть можно измерять таким образом угол смешивания. Так вот, что на сегодня не измерено, как я сказал, это угол смешивания от это 1,3. И его пытаются измерять в двух типах экспериментов. Одни это с ускорительными нейтринами, другие это с реакторными нейтринами. Значит, ускорительными нейтринами, это надо упомянуть эксперимент такой, как T2K в Японии, который использует очень интересную технологию off-axis, то есть вне пучка. То есть это может показаться так довольно странным, что вы рождаете нейтрино, которые летят вперед, а детекта ставите где-то сбоку. Ну, казалось бы, глупо, да? Но на самом деле, когда вы так делаете, то вы выигрываете, вы проигрываете, разумеется, в потоке, то есть меньше сюда нейтрин летит, зато вы выигрываете в более четко определенные энергии. Этот подход используется в таких экспериментах, как T2K и NOVA. И надо сказать, что T2K буквально перед нашей школой сделал первое заявление о том, что они обнаружили ненулевой тета-1,3, якобы они увидели 6 электронных антинейтрино при фоне полтора ожидающимся. и таким образом они сделали, значит, заявление о том, что вот этот синус в квадрате 2 тета-1,3, который на сегодня был еще совершенно неизвестен, он в июне, как бы можно уже сказать, что он равен 0,1, довольно большому числу, плюс-минус примерно 0,3. Вот. Эта новость сразу взбудоражила тут все сообщество. Некоторые тиханули и стали тоже у себя это видеть. Например, минус. Они нарисовали такой вот спектр, где у них есть какое-то ожидание, какие-то такие вот точки. То есть, если бы мне сказали, ну, вы видите здесь эсцесс, я бы сказал, нет, по-моему, прекрасное согласие, но они говорят, нет, эсцесс есть, 1,7 сигма. Чтобы они тоже влились в эту историю. Старые данные они переобработали, да? Старые данные переобработали. Хороший вопрос. Я не знаю, старые это или новые. Или они срочно набрали? Нет, это срочно нет. По-моему, вот сейчас, да, речь идет о том, что для того, чтобы им улучшить, им, короче, еще год надо набирать и улучшить, наверное, 20%. То есть, на сегодня то, что они набрали... То есть, у Идласи. Да, то есть, это... А то я... Вот. Короче говоря, вот они как бы что-то увидели. Я вот сейчас являюсь членом коллаборации, которая, как сказать, конкурентом этого подхода, а именно реакторного. И у нас там тоже люди начали психовать. А видеть не начали, потому что эксперимент еще не готов. Вот. И в чем смысл этого реакторного эксперимента? Да, его надо прорекламировать. Этот эксперимент называется «Дай Абэй». Потому что может кому-нибудь из вас больше со мной работать. Значит, этот эксперимент находится в Китае. Он выглядит следующим образом. У нас есть... В Китае это хорошо. У нас есть такие ядерные реакторы. Можешь наобратно теперь? И здесь ожидается поставить два ближних детектора. Значит, детектор в философии у него точно такая же, как у Райнса и Кована. То есть тоже жидкий сентилятор залитый, фотоумножителями облепленный. И тоже ожидается увидеть эту реакцию. Антинейтрино на протоне. И дальний детектор, который будет состоять уже из четырех бочек. Вот тут две такие бочки, здесь две бочки и там четыре бочки. Потенциально этот эксперимент самый точный. Он может опуститься до... Самочувствительный. Самочувствительный, да. Он может опуститься по этому значению синуса угла вплоть до значения 0,0,1. То есть если этот синус даже меньше, чем 0,0,1, то мы его там увидим. Но разумеется, прямо сейчас мы ничего не видим, потому что у нас еще готова только одна бочка здесь. И вот наш тоже горячий головой начинает обсуждать, как эти бочки между собой в порядке нужно переставить по времени, для того, чтобы как можно быстрее проверить вот этого заявления Титокея. Ну а Титокея, вы знаете, там проблема другая. Это Япония. У них это землетрясение, к сожалению, произошло. Поэтому они, по крайней мере, до декабря прикрывают всю свою деятельность. Я думаю, что с этим-то на самом деле и связано то, что они сейчас решили заявить. Потому что очевидно, что новые результаты, которые появятся, это будет теперь уже не раньше года. А за это время уже кто-то что-то может увидеть. Когда получат данные? Да я бы. Он начинает набор вот прямо сейчас. И какой у вас там фильм? О, заработал. Свет дали. А теперь тебе повезло. А реакция, это все китайские? Это все китайские реакции? Это все китайские реакции? Это все китайские реакции, да? Я не очень все-таки понял систему. То есть там антинетрино электронно летит, и вы ищете... И мы ищем... Нет, нет, нет. Тау-нетрино невозможно найти. Мы ищем уменьшение потока этих антинетрино. Откуда вы знаете, что они превращаются в третье, а не во второе? Ага. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Вот смотрите. То, что я вам отрисовал с этими вероятностями, такими волнами, это очень упрощенная картинка, основанная на двух нейтрино. С трех нейтрино там эти две волны надо ожидать, да? И мы действительно что бы ожидали бы? Если бы у нас было всего две нейтрино, то мы бы видели какую-то вот такую вот картину. А если три нейтрино, то мы бы видели вот на вот этом расстоянии вот такое вот маленькое. Маленькое этот самый уменьшение потока. И вот мы как раз ставим вот в это место наш данный детектор. Просто потому что дельта масса уже известна, да? Ну, и нам гадать еще надо. Знать, куда поставить. Ну, естественно. Ну, как? То есть мы более-менее знаем вот эту вот разницу, да? И мы знаем, что вот эту нужно ставить там на рождение порядка двух километров. Ну, что дельта м квадрат известна, вторая. Единственное, что неизвестно, это тут это другое. Поэтому куда ставить нам известно, а вот туда-туда неизвестен. И вот мы его сюда ставим и просто ожидаем вот такое вот обнаружение вот такого маленького дефицита нейтрино. Но он же стоит в фиксированном месте. Всю эту кривую видеть нельзя? Всю кривую нет нельзя, конечно. Это одну точку. Да, но не одну точку. У нас же спектр энергии. То есть мы по энергиям тоже будем видеть. Поэтому его как спектр можно будет чуть-чуть кратить. Но суть такая, что вот Дайабэй будет это видеть самым точным образом. Есть у Дайабэя тоже конкуренты в реакторном мире. Я просто их упомяну. Это корейский эксперимент Рено и Дабл Шо. То есть удвоенный Шо французский эксперимент. На самом деле конкуренция сейчас жесткая. Сейчас очень интересное время, потому что люди все очень нервничают. Если правильно T2K, то тогда вот эти конкуренты, которые начали работать раньше, увидят раньше нас. Но последние результаты, которые сделали уже теоретики анализ всех глобальных данных, фолье и компания, они включили данные T2K, и там значение получилось не такое большое. Нет, там без T2K, Дим. А? Там без T2K. Без T2K. Нет, ну они кстати-то до. Нет, ну что после T2K было. Ну да-да, они включили T2K и минус фольги-то. И здесь у них получается порядка 0,02. Но вот это 0,02, что важно, что оно уже на уровне трех сигмалов. Это само значение. А вот здесь вот это значение, которое 0,02 разделить на 3. Вот это. То есть сейчас, на сегодняшний день, вот такая вот маленькая ситуация. Интересно, что уже есть первое указание, что это угол не нулевой, и это указание на уровне трех сигмалов. Ну ладно. Все. Ну благодаря. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста. У нас есть время. Да. Как мы перешли? Да. Ну как шанс, ты же сам знаешь. Зачем они нужны? Ну я знаю, но из лекций пошло непонятно. Хорошо. Ну тогда можно вам поясняющий вопрос? Может быть студентам непонятно, Дима сразу же в своей лекции пришел понятие осцилляции. Но студентам нашим младшим курсам, было понятно, почему сразу же вдруг перешли от тем нейтрино к осцилляции нейтрино? То, что все сознается. Ну хорошо, я скажу, давайте в двух словах, то есть еще раз. Что вот эти нейтрино, которые рождаются с заряженными электронами, электронами ионные тау, вот у них есть такой такой флейвер, который можно приписать. Электронный нейтрино, ионные тау. Но, к сожалению, никто не сказал, что именно эти нейтрино обладают массой. То есть в самом общем случае, нейтрино, которое обладает массой, это могут быть совершенно другие нейтрино, а вот эти электронные и ионные тау, это лишь есть их линейная комбинация. Но так оно и оказалось. То есть оказалось, что они есть линейная комбинация, точно так же, как для кварков. То есть у нас кварки тоже могут взаимодействовать из одного поколения с кварками и из другого поколения. Ну это, конечно, с лагранжевым поля, как бы вы в смысле с поля, которые в лагранжане? Ну и поля, которые в лагранжане, и частицы в детекторе, и то же самое. То есть у тебя, например, может нейтрино прилететь, рассеяться на декварке, ты бы ожидал, что он у тебя останется в своем дублете, там, у меня, да, будет декварь. А он возьмет, бац, и перейдет вот сюда, в цепь. То есть вот такие переходы возможны. А вот, ну вот, ты писал, как это влияет на вероятность, как бы, у второго взаимодействия, то есть эти связи, эти связи через волны, в принципе, там, а на сечении, то есть этот переход, он как с сечением может быть связан? Правильный вопрос. То есть как можно описывать сечение рождения через массивную нейтрино, да? Да. Ну и каким образом ассилляции там вносят влияние, я тоже очень понимаю. Да. Нет, на самом деле этот вопрос очень правильный. То есть когда мы рассматриваем какие-нибудь ситуации, происходящие прямо локально, то эффект вот этой интерференции диаграммы, да, вот ты, я показывал диаграмму, помнишь, там, с виртуальной нейтрино. Эффект интерференции очень маленький. Но, тем не менее, он может быть заметен, например, он может быть заметен вот в таких вот случаях, когда, например, у нас есть мион, да? Может ли вопрос, вот сейчас люди ищут, да, такие распады, может ли мион превратиться в электрон и фотон? Ну, в стандартной модели, так вот, сходу, вроде бы нельзя нельзя, да? Потому что нет такой вершины. То есть вот такой вершины нет. Это я как бы экспериментально нарисовал в треугольничек. А на самом деле может быть вот так. Он может испустить дуболевой бозон, он может испустить нейтрино. А вот эта нейтрино массивная, оно взаимодействует и с мионом, и с электроном. Соответственно, здесь может выйти электрон, а этот самый дуболевой может испустить фотон. Вот такая вот штука она. То есть вот если мы вот эту точку немножечко так растянем, вот эта нейтрино, если бы это опять нейтрино было строго мионом, связанным с этим, то опять вот такого не существовало бы с электронной вершиной, не было возможно. Но поскольку эта нейтрино на самом деле массивная и с этим, и с этим взаимодействует, никаких проблем нет. Единственное, что если вы такую диаграмму посчитаете, то она будет прописанной. Нет, я не понимаю, она получается виртуальная? Здесь виртуальная, да. И она тоже виртуальная, нейтрино тоже может осцелировать, просто в зависимости от четырех импульсов. Сейчас, сейчас, подожди. Вот это вот расстояние, это все точка. То есть осцилляции как таковой нейтрино нет здесь. То есть никакой нет. Здесь просто важно, что вот эта массивная нейтрино, то самое, которое, настоящая нейтрино, оно взаимодействует на самом деле и с этим, и с этим. Точно так же, как кваки, вот как я здесь описывал. А, просто получается в одной вершине у тебя, как бы, ну, одна линейная комбинация, да, а тут приходит другая, что ли? Можно как-то. Ну, зачем? Ну, хочется себе... Ребят, не дырная линейная комбинация, а тех и тех, что... Это не есть ню-е. Нет, я понимаю. Ну, и ню-один там есть, ню-два идет, правильно? Правильно. Нет. Ну, каждый здесь не есть, а немножечко ню-е, немножечко ню-ю. Ну, и поэтому взаимодействует... Если масса ню-один равняется массе ню-два, тождественно, тогда будет ню-е. То есть, получается, нас просто надо посчитать вот в этих вершинах вероятности, вот как он считал. Нет, 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 это надо считать уже на языке теории поля. Да, фирменский диаграмм. Ну, как он смешивает. Если тебе хочется на Лагранжевом языке, если тебе так будет, например, более понятно, да, то вот Лагранжевом взаимодействие, он выглядит вот так. У тебя здесь есть, ну, константы взаимодействия, там, G на два корня из двух. А здесь стоит вот это вот В-Альфа-ИТ, здесь стоит нитринное поле ИТ. Здесь у нас эта структура там матричная, понятная, да? А здесь вот этот лептон Л-Альфа-ИТ и W-базон. То есть, видишь, нитринное поле ИТ соединяется с лептоном Альфа-ИТ и W-базоном. Вот буквально то, что здесь вот нарисовано. И это происходит для каждого поля ИТ и для каждого лептона. Если это переписать в терминах вот этих флэйворных полей, то вот этого коэффициента нету. То есть, здесь вот сумма ИПИ, ИПАЛЬ. А в терминах флэйворных полей здесь просто будет стоять НУ-Альфа-ИТ, здесь вот это вот штуковина и Л-Альфа-ИТ. То есть, только вот такие. А на самом деле вот такие. То есть, в теории поля у тебя есть переходы, то есть, массивная первонетрина и с мионами, с электронами взаимодействия. Поэтому вот такая реакция тоже идет. Единственное, что она экспериментально ее ищет, и она пока не наблюдается. Теоретически, предел, который здесь есть, это, по-моему, 10-19, там, где-то он набора. Вот она в классе дает в магнитный момент. Олег, наверняка, Смирнов будет рассказывать. Сейчас предел, наверное, 10-11. То есть, далеко еще. Да нет. В стандартной модели с теми углами смешивания, которые есть, и массами, вероятность этого такого распада 10-50. Ну, плюс-минус 5 в порядке. Точно. Потому что масса, углы большинства, масса, там будет стоять, масска в ню 1 квадрат, минус в ню 2 квадрат. Это вот то, что вы списываете, это как квадрат, а делится на, там, mw в квадрате. Ну, именно поэтому интересно. Там, где есть сильное подавление, любая новая физика, эффект новой физики может привести к усилению намного порядка. Ну, вот и на этом играют. И ищут его. Конечно, пытаются найти не стандартную модель, как на этот распад, а именно следующее изговоры. Вот тут, по-моему, Дима хотел проиллюстрировать, что, как говорится, вот другая сторона этого самого осцилляции. Тут осцилляций нет никаких, но факт тот, что массивное состояние цепляет и нюй. Так а зачем дело стало? Почему вы не считаете? Нет, посчитаем. Посчитаем. Ну так что? Сказал же, Сеня, что вносит новое? Новая схема, я слышал, да. Новая схема, что вносит? Вносит что-нибудь? Вы про новую схему осцилляции? Да. Ну, я сказал. Он вносит, во-первых, то, что появляется два, там есть два фактора подавления. Один фактор подавления осцилляции пропорционален экспоненте степени минус L в квадрате. То есть он связан с тем, что нейтрино разных масс на некотором стане начинает их, волновые пакеты или функции, просто разделяться и перестает осциллировать. То есть есть вот такое подавление. То, что я рисовал полки, такая вот грибичанка, которая, в большей вероятности, переставала осциллировать. Второй фактор подавления связан с, опять я его показывал, вот с этим, что здесь есть ΔM в квадрат, разделить на неопределенность энергии нейтрино, на неопределенность энергии в квадрате, вот так вот напишу, да, который подавляет интерференцию заряженных лектонов и не подавляет, ну, подавляет, но не очень сильно, интерференцию нейтрин. Ну и, наконец, общая формула, то есть получена, на самом деле, таким подходом более общая формула, которая лишь в частных случаях переходит в стандартную квантомеханическую формулу. В этой общей формуле есть зависимость, например, от временных интервалов работы ускорителя и детектора. То есть сегодня вы знаете, что на ускорителях уже делают не столько узкие пучки по времени нейтрин, то есть это порядка микросекунд, ну, 10 микросекунд в опере и порядка наносекунд в T2K и Nova, когда начинают работать уже вот эти вот эффекты. То есть волновая функция нейтрина, грубо говоря, может просто не вылезать полностью внутрь этого пучка, и тогда возникает еще дополнительное подавление, связанное с этим. То есть вот эти вот как бы эффекты, которые следуют из более общего рассматривания. Дима, для населения не вредно, если вылезают нейтрин. Ну, для этого процесса... Облучайте, не видимо. Понимаешь, они все равно лезут, они все равно летят. Это просто мы думаем, что мы их можем запихать в такие узкие интервалы, то есть мы просто их пишем, а на самом деле они хвосты имеют, небольшие вылезающие. Вот и детектор это может быть видно. Так, еще, пожалуйста, вопрос. Вот еще вопрос. Ну вот если вот так все красиво, вот в Гранжан написано и прочие вещи, там массы почти известны, какое-нибудь согласие тогда во вклад в общую массу Вселенной, в эту теорию оно имеется, и оно согласовано? Ну, то есть вообще по порядку сходится с оценками для стандартных электронных, Тау-элептонных или нет? Нет, конечно, оно никакого нового ограничения в массу Вселенной не вносит этот повтор. Нет, в... Спросили, согласую с целью. Если бы у него д-км квадратный получилось бы там 100 электрон вольт в квадратных, если бы д-км квадрат получилось бы 100 электрон вольт в квадратных, когда бы было плохо, когда извлекаем корень 10 электрон вольт, это слишком много. А у него там получилось 10 минус 3, да, самое большое, корень там он извлек 10 минус 2, да? 10 минус 2 литрон вольт, это ничтожный вклад в общую массу Вселенной. Если нейтринов, они могут быть совсем... Одно может быть лечащие, безмассовые. Тогда общий вклад будет ничтожный. А можно, наоборот, их запихать туда, к верхнему краю. То есть противоречий нет, пожалуйста, свобода есть. Крептим могу ничего. У меня такой, у меня вопрос. Вот, допустим, у нас происходит отселяция между двумя частицами с разными массами. С этим же тема отсчета, где малая массивная частица покоится. Как это все согласуется за кодекс хранения и мази? От чего? Ну, идет прямо не в бровь, а в глаз. Это вот раз один из примеров того, что вот этот вывод, который я вам рассказал, что он на самом деле противоречивый. То есть, вот помнишь, я сказал еще, что то, что я предположил, как кажется, ну, часто так говорят, кажется разумным, импульсы одинаковые. Твой обмен прямо тут же работает. Перейдем в другую систему отсчета. Там он был, здесь он был одинаковый, там он уже не одинаковый. Значит, наша исходная теория, в которой надо предполагать, что импульсы одинаковые, неправильная, противоречивая. А как вообще, что получается в новой схеме? А в новой схеме никаких проблем нет. Она полностью литийский инвариантно. То есть, в какую почту систему садись, все будет инвариантно. То есть, важно, что там и фаза получается, осцилляция в инвариантном виде, и все эти факторы добавления, и сама вероятность. Да, но у тебя для ню альфа понятие и будет, скажем, определено, а для ню и у тебя оно не определено. Раз, как я, как, для логмата. С чего это оно не определено? Для него не будет. Наоборот. Ну или наоборот, да? Ну что ж, давайте еще раз поблагодарим нашего доктора.